всем привет мои хорошие рада приветствовать каждого на моем канале спасибо что заглянули у нас с вами мукбанг я действительно очень старалась чтобы все было красиво здесь у нас мой любимый борщ я вообще очень люблю борщ могу его не только зимой но и летом кушать грузинские хинкали очень вкусный бутерброды рецепт которых я увидела в инстаграме приготовила быстренько утром сама здесь мама пожарила мясо ну типа лангета что-то и здесь нас огурчики имбирь приятного аппетита если вы тоже кушаете последнее время у меня прям какое-то вдохновение снимать и это не связано с тем что мне все в комментариях пишут почему нету видео и так далее я просто недавно сняла видео где рассказала каких-то личных моментах я получила колоссальную просто поддержку после этого мне прям хочется снимать какой вкусный борщ наваристый такой получился вообще каждой хозяйке всегда кажется что лучше всего готовит больше именно на но больше моей мамы это просто нечто с утра с мамой стараемся чтобы классному банк получился как ваши дела рассказываете я старалась подобрать помаду под цвет моей кофточки сейчас смотрю не особо получилось сильно отличается ну да ладно здесь сверху рыбка вообще селедка и свекла это просто идеальное сочетание последнее время в шоц я начала снимать как я рисую бумажные сюрпризы не только снимать например распаковки а в шоц я просто снимаю процесс у меня все штативы они предназначены для камеры я подумал надо докупить себе штатив для телефона пошла покупать обошла все магазины прям то что я хотел я не нашла шла обратно и что вы думаете наверное впервые в жизни я нашла деньги это всего пять монат всего три доллара но радости сколько было от этого есть люди которые часто что-то находят мой родной брат очень часто что-то находил но меня как-то удача всегда обходила стороной и никогда в жизни ничего не находила вчера я такая радостная была мама даже смеялась надо мной это же всего пять монат я просто иду-иду и смотрю на улице валяются если бы я увидела у кого выпали эти деньги я бы обязательно дала так как я не знал у кого они выпали пришлось положить в карман один раз у меня такое было я ехала в метро и уже была конечная станция в метро было очень мало людей вот эти новые вагоны через которые можно переходить в друг дружку в общем я заметила что передо мной сидение там кошелек и кроме меня и одного мужчины никого не было в вагоне я посмотрела на этот кошелек мне хотелось его взять а потом отдать полицейским на следующей станции но потом как-то испугалась думаю вдруг меня обвинят в том что украла у кого-то кошелек вот я стояла думала взять его не взять взять не взять и в этот момент этот мужик ну как мужик ему лет 35 40 где-то было он просто взял этот кошелек и быстрым шагом направился в другую часть я не знаю дальше он отдал кому-то присвоил чужие деньги как там оно было я не знаю но мне почему-то показалось по его походке возможно я ошибаюсь опять же мне почему-то показалось что он просто себе забрал а вообще однажды у меня было такое что я потеряла кошелек это было пару лет назад в нью-йоркере когда я расплачивалась за покупки в нью-йоркере я достала кошелек положила его да мелкие вещи бывают продаются я вот оказывается не заметила положила свой кошелек туда и потом ушла я долго не могла найти свой кошелек я почему-то была уверена что в нью-йоркере точно я его не оставляла потому что там я расплачивалась я сидела анализировала думала где же я его могла оставить надежды абсолютно не было потому что в кошельке были деньги сумма была немаленькая ну как немаленькая как сейчас помню около двухсот монат было в кошельке на мой взгляд для налички это немаленькая сумма возможно я в то время даже мукбанки снимала я вам рассказывала про это в общем я сидела анализировала думала где же я могла бы его оставить и вы знаете дело даже было не в этих двухсот монат а дело было в том что там были документы которые долго нужно было восстанавливать плюс еще моя зарплатная карточка так как его восстанавливать я даже не знала поэтому мне было проще найти этот кошелек даже если бы он был пустой я уже от и до просто этот день прокрутила у себя в голове самое круто что в этот день я снимала истории я могла по историям проанализировать где я была куда я пошла я была на сто процентов уверена что в нью-йоркере я не могла оставить кошелек потому что я там расплатилась значит потеряла я его после того как вышла из нью-йоркера я решила все таки на всякий случай заглянуть в нью-йоркере в нью-йоркере не так чтобы я подхожу к кассе и говорю вы не видели такой коричневый кошелек и он мне такой сразу задает вопрос а сколько там было денег и я такая в шоке в смысле сколько там было денег значит он меня проверяет значит мой кошелек здесь я говорю точную сумму немножко с погрешностями потому что я точную сумму не помнила ну приблизительно сколько там было денег потом он начал спрашивать приметы кошелька какого цвета какие там узоры и так далее еще какие документы были в кошельке и чем больше он меня спрашивает я понимаю что мой кошелек здесь ура просто настолько было приятно вы знаете мне его вернули и до копейки все деньги были в кошельке то есть не было такое что половины денег не было или вообще что то вы знаете мне настолько стало от этого приятно я решила пойти купить пару шоколадок несколько моих любимых и просто подарить этим людям которые вернули мне кошелек то есть добром надо отвечать на добром и на мое удивление администратор долго не хотел брать шоколадку я сказала что у них так не принято камеры снимают нельзя мне объяснили что у меня в кошельке была моя зарплатная карточка где написано мое имя и фамилия и они уже позвонили в банк и уточнили мою личность и мне бы по любому бы отдали бы этот кошелек даже если бы я сама не пришла это конечно очень похвально я просто не ожидала такого исхода но я просто оставила шоколадки на кассе и сказала выпейте чай и счастливая вернулась домой потом я эти деньги потратила на какую-то ерунду не помню точно на что ну короче на какую-то фигню на которую я например жалела деньги я просто подумала будем считать что этих денег нет и вот на что такое точно не помню на что еще у меня та же самая ситуация была с очками в магазине я нечаянно оставила в раздевалке очки потом нашла в интернете номер этого магазина позвонила уточнила мои очки там или нет они сказали что да там не переживайте в этом плане вообще для такого человека как я маша растеряешь я все теряю только дома обнаруживаю что чего-то нету с появлением машины стало проще в том плане что ты закинул машину и все знаешь что это не потеряешь а то бывает например с подругами сначала идешь пошопиться а потом где-то посидеть и вот то что ты купил обязательно этот пакет где-то оставишь но в моем случае это как раз таки так и работает это невнимательность и в общем вчера я как будто порхала реально как будто порхала я нашла деньги мой родной брат очень часто что-то находил ему в этом плане всегда везло и еще однажды я находила телефон в тот момент это был последний айфон в парк бульваре в туалете и как только на телефон пришел звонок я сразу отдала хозяину но хозяин точнее хозяйка ничего не предложила мне ну и пофиг хотя моя подруга говорила что телефон нужно дать охраннику и пусть он уже отдаст хозяйке я ей говорю какой в этом смысл по любому хозяин телефона когда-нибудь на этот телефон позвонит когда она обнаружит пропажу вот когда она обнаружит пропажу тогда я ей и отдам я сейчас отдам охраннику где гарантия что охранник отдаст ей я не говорю что все такие нечестные люди как я да я такая святоша но мне кажется в этом случае реально самый правильный шаг как это был единственный случай вообще бабушка когда еще была жива у бабушки был телефон на котором всегда было очень много денег потому что все всегда ей скидывали деньги на телефон а она сама не умела никому звонить у нее только были входящие звонки поэтому баланс телефона всегда был полный просто эти деньги было некуда девать по большому счету у нее просто был азерсель а у нас у всех там нар баксель у меня баксель и звонить с азерселя на баксель тоже было как-то не очень выгодно и в общем всегда у нее на телефоне были деньги я всегда звоню со своего телефона там мама со своего мне кто-то написал я не знаю кто это когда я не знаю кто это я стараюсь не отвечать вообще ничего не писать в общем и просит вернуть ему деньги я перезваниваю на этот номер мужчина говорит мне объясняет я говорит загрузил 10 монат на этот номер нечаянно я перепутал его со своим номером вы бы не могли на мой телефон скинуть 10 монат я ему предложила такую альтернативу с номера на номер можно кинуть деньги но там комиссии причем не маленькая комиссия то есть например у моего друга на телефоне нету денег и я ему хочу со своего баланса скинуть ему я могу это сделать но там комиссия 20 копеек по моему с каждого моната в общем достаточно такая большая комиссия я ему предложила так скинуть он говорит нет я так не согласен я говорю а мне не нужно чтобы у бабушки на телефоне уже есть дофига денег и еще 10 монат загружать он такой ну что вам сложно и так далее я ему объяснила ситуацию ему естественно это немножко не понравилось я ему объяснила что если у вас есть чек в принципе вы можете позвонить мобильному оператору и возможно есть какие-то способы перевести эти деньги объяснив тем что вы просто ошиблись номером он сказал хорошо прошло пару дней я заметила что у бабушки из баланса просто эти деньги исчезли я так поняла что он решил вопрос как раз таки с оператором и чеком и слава богу нам его деньги не нужны были в принципе если номер был например мой постоянно в использовании я бы с удовольствием помогла бы человеку но так как мне не нужна такая сумма на телефоне бабушки из-за его ошибки почему я должна загружать такая вот ситуация была очень вкусное мясо я так понимаю такой лангет здесь люди которые кушают и сразу понимают это баранина или говядина я вот ем я не понимаю это баранина или говядина или например кушают и сразу таки это растительное масло я чувствую какое-то некачественное масло какое-то некачественное масло у меня бабушка такая была она сразу понимала на хорошем масле приготовлено или нет прям прям сразу чувствую так непривычно про бабушку говорить в прошедшем вроде бы недавно была здесь вместе с нами угорали снимали там мопанк даже когда в некоторых видео я вижу бабушку мне так грустно становится причем вы знаете она все говорила вот вы думаете я здесь вечно а пройдет немного времени вы будете вспоминать а бабушка говорила так так как Все очень вкусно. Сегодня погода плохая. Такой ветер неприятный. Так не хочется выходить из дома. Мне надо в зал. Жалко, зал в воскресенье не работает. День, который ты пропустила, например, можно было идти в воскресенье. Какая вкуснотища. Я сильно нажраться не буду. Пожалуй, на этом остановимся. Видео тоже получается уже слишком длинным. 25 минут, прикиньте, наснимала. Но я постараюсь по возможности урезать все моменты лишние. Потому что я не люблю, когда видео слишком длинное. У меня прям руки чешутся. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok